Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Казахстан будет готовить мастеров танца и балета для всей Средней Азии. Президент Казахстана торжественно открыл Казахскую национальную академию хореографии в Астане. Президент придал новой академии хореографии в Астане статус вуза. Глава государства на открытии академии отметил, что это первый вуз такого рода не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Как отметил президент, Казахстанская академия хореографии должна стать одним из ведущих центров подготовки мастеров балета и танца во всей Евразии. Причем не только исполнители этих жанров, но и специалистов в области режиссуры, постановки, арт-менеджмента, искусствоведения, сценического оформления. Ведь Академия включает все условия образовательного процесса, от начальных азов до послевузовской подготовки магистров и докторантов. В этих стенах будут учиться и воспитываться новая плеяда мастеров национального балета и танца. Все же это искусство, пик всего искусства, требует, во-первых, природного таланта, во-вторых, колоссального трудолюбия для всех студентов и молодежи, чтобы выйти из стен настоящими специалистами своего дела. Здесь будут развиваться казахстанские традиции. Отметим, Академия была построена на средства спонсоров. Первыми поступившими стали около 500 человек, включая школьников и студентов. Все они будут учиться на бесплатной основе. За возможность обучаться высокому искусству танца в уникальном учебном заведении во всей Центральной Азии дети прошли жесткий отбор. Кстати, отбор проходил во всех регионах страны. Особое внимание уделяли талантливым детям, в том числе из менее благополучных семей, а также воспитанникам детских домов. Не только в нашем регионе, это в постсоветском пространстве, это самое крупное учебное заведение в области хореографии. И при составлении вот этого проекта, конечно, по поручению главы государства мы тщательно изучали все направления хореографии, обучения. Взяли и китайскую школу, французскую школу, российскую школу, потому что российская школа самая, скажем, знаменитая на весь мир, русский балет. С первого класса дети будут получать общее образование, соответствующее всем республиканским стандартам. С пятого класса они будут выбирать профильные направления, либо артист балета, либо артист ансамбля, чему они будут обучаться 7 лет и 10 месяцев. После этого они смогут поступить на бакалавриат, пока по направлениям арт-менеджмент, хореографии, искусствоведения и режиссура. А дальше и в магистратуру по специальностям хореографии, искусствоведения и режиссура. То есть будет вестись политика непрерывного профессионального образования. Боржан Шайхмед, Анизатор Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Зеленовском районе зарегистрировано более 2,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. С начала года открыто более 300 новых рабочих мест. Благодаря госпрограммам уже видна положительная динамика. Наши корреспонденты побывали в районном центре. Все подробности в сюжете. Глава страны не раз отмечал важность развития малого и среднего бизнеса. В этом направлении были созданы и создаются государственные программы, которые помогают тем, кто нуждается в поддержке со стороны государства. Программы успешно реализуются не только в крупных городах, но и в районных центрах, и в маленьких селах. В свою очередь давая возможность реализации своих идей по открытию своего дела, что дополнительно обеспечивает и рабочими местами. В Зеленовском районе число таких мест в сфере предпринимать составило 4575 человек, что привело к росту рабочих мест на 2%. Объем производства вырос на 2,7%, что составляет 4,5 миллиона тенге. С помощью государственных программ развитие предпринимательства вышло на новый уровень. Желающих открыть свой бизнес каждым днем все больше. Сейчас в Зеленовском районе уже открыты 45 цехов, несколько крестьянских хозяйств, а также магазины и частные клиники, которые соответствуют всем европейским стандартам. Развитие малого и среднего бизнеса населения не только создает новые рабочие места, но и развивает жизнь населения. И предприниматели в первую очередь отмечают немалую важную роль в этом государстве. Жительница села Асиль-Ижанова в начале текущих годов взяла кредит на общую сумму 13 миллионов тенге с помощью государственной программы микроаккредитования «Каспкер» и открыла банкетный зал на 200 персон. Мы брали на оборудование, на все оборудование, на посуду, на столы. Мы по дорожной карте занятости освоили. Три миллиона взяли, двоих человек обустроили. Одного нам дали по молодежной практике парня. По дорожной карте бизнеса еще двоих человек обустроили. В общем, у нас четверо человек работает пока что, но постоянно. Стоит отметить, что всего с начала реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» по Зеленовскому району одобрено 68 проектов на общую сумму 15,4 миллиарда тенге. И количество желающих открыть свой бизнес только растет. Рустам Ашарипов, Мохамбет Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. День поля в новом формате. Мероприятие, проводимое уже не первый год, собрало аграриев со всего района. Подобные встречи всегда охватывают все самые актуальные вопросы этой сферы, а также знакомят с нововведениями, которые улучшают и облегчают работу земледельцев. На мероприятие были приглашены руководители крестьянских хозяйств, ученые и фермеры. В этом году аграриев познакомились с новой технологией культивирования зерновых. Подробности у Рустама Машарипова. Встреча аграриев, проводимая в рамках уже ставшего традиционным Дня поля, собрала руководителей крестьянских хозяйств района. На встрече были подняты самые насущные проблемы, обсуждены достигнутые успехи за это лето. Ну и, конечно же, на встрече поговорили о перспективах на будущее. Далее прошло знакомство с обновленным телехозпарком и более усовершенствованной технологией культивирования, которая должна значительно облегчить работу аграриев. Мы поставили уже на рынок Казахстана более 100 единиц техники. Мы также являемся, скажем, мы подняли на ноги технологию сухого полива, которая производится машинами Аймбек, Аэростар, это вот сзади вы видите бороны. Значит, таких борон мы поставили уже более 50 единиц. Начиная с 2009 года мы продвигали технологию. На сегодня и в данном хозяйстве эта борона делает очень большую работу. Большое достоинство ее в том, что в рисковых ситуациях, как и очень сухих, так и очень влажных, эта борона помогает культурному растению. В доказательстве эффективности нового метода в жестких климатических условиях, которыми славится наша область, присутствующие отправились на поле, где проводились опыты высаживания культур, как зерновых, кукурузы, подсолнечко и впервые засеяли сою. Результаты некоторых опытов культур впечатлили всех собравшихся. Эта пшеница Альбин-32 сгорела, хотя входы были хорошие, развитие было хорошее, делали агротехнические приемы, баронование, но Альбин-32 не выдержал. В то же время, такие кормовые культуры, как кукуруза, сорга, подсолнечник, нут, жару выдержали. И самое удивительное, то, что такая культура, как соя, дала великолепный урожай. Это влаголюбивая культура. Но здесь мы применили средства защиты растений более современные. Стоит отметить, что со стороны государства оказывается весомая поддержка развитию крестьянских хозяйств. Выдаются субсидии и льготные кредиты. В том числе выплачиваются денежные компенсации. Рустам Ашарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42. Сегодня за партой сели 93 тысячи западноказахстанских школьников. Глава региона Алтай Кульгинов поздравил с началом учебного года юных интеллектуалов из Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления. Аким области заявил, что такие учебные заведения соответствуют всем международным стандартам. Сейчас в Назарбаев интеллектуальной школе обучается 510 учеников. В учебном заведении насчитывается более 100 педагогов. Также работу со школьниками проводят 9 иностранных специалистов. Аким области Алтай Кульгинов отметил, что День знаний – это светлый праздник для каждого казахстанца. Время вспомнить, как сам впервые сел за школьную парту. Сейчас Назарбаев интеллектуальные школы, Назарбаев университеты открываются для того, чтобы мы соответствовали международному уровню. Поэтому сюда пригласили учителей с мировых школ. И они вместе с вами трудятся каждый день. Вместе с родителями, вместе с нашими педагогами. Все это делается ради нашего будущего, ради вас. В этом году, в мае, мы выпускали 170 наших выпускников. Они сейчас учатся уже в высших учебных заведениях по тем специальностям, которые они сами выбрали. По итогам прошедшего учебного года учащиеся школы стали победителями 24 конкурсов и олимпиад на областном уровне. 9 на республиканском и 7 на международном. Начинаем пятый год обучения. Как вы знаете, вместе с вами начинали историю нашей школы. За это время мы выпустили уже три выпуска. В этом году, в прошлом учебном году мы выпустили 170 наших учеников. Из них четверо стали обладателями Алтенбельге. 16 стали обладателями аттестата особого образца. Из них 21 поступил на Зарбаев университет. 128 поступили на наши национальные и государственные университеты. Семеро наших выпускников обучались за рубежом. 127 выпускников поступили на технические специальности. Два выбрали медицинское направление. В театрализованном представлении на пути к независимости ученики сделали обзор важнейших событий жизни страны. Я учился в поселке Сахин в средней общеобразовательной школе имени Мончику Маметовой. Я сюда попал, когда узнал про тесты. Я сдал тесты, они были очень сложными, но я смог выиграть гранд-даран и учиться в этой прекрасной школе. Спасибо Насултану Абишевчу Назарбаеву за такую прекрасную школу. И вот звучит первый звонок. Вместе с учениками школ его дает и глава региона. А это еще одна очень важная и торжественная традиция – посадка деревьев. Они будут расти вместе с теми, кто впервые сел за парты Назарбаев интеллектуальной школы. В Уральске 5,5 тысяч первоклашек впервые сели за школьные парты. Торжественные линейки прошли во всех школах города. Однако некоторых учеников сегодня ждал сюрприз. После каникул они вернулись в совершенно обновленные школы. Одно из таких учебных заведений посетили и наши корреспонденты. Подробнее в сюжете. Средняя общеобразовательная школа номер 39 была построена в 1963 году. За это время в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. Но в этом году все изменилось. В школе теперь новая крыша, окна, канализация и отопление, что немаловажно. На сегодняшний день в ней обучается 640 детей. Тем, кто сегодня впервые перешагнул порог школы, предстоит научиться писать, читать и получить свои первые оценки. Ну а тем, для кого этот учебный год не первый, продолжат получать новые знания. Заместитель руководителя городского отдела образования Батикопадина рассказала, что в этом году первоклассники будут учиться по обновленной программе. Во всех детских садах, во всех школах города в летний период были установлены видеонаблюдения. В 33 школах обновлены компьютеры. Почти в 20 школах выделены средства на обновление мебели школы. То есть это будут новые парты, новые столы, новые стулья для детей. Предполагается, что ученики 11 класса в этом году будут формат, значит, итоговая тестация ЕНТ будет несколько изменен. На сегодняшний день конкретно, как это будет проводиться, в документах еще нет. Но тем не менее, уже сейчас известно, что сдавая государственные экзамены по выпуску в школу, дети будут, выпускники будут сдавать не в том формате, который сегодня существовал. На капитальный ремонт школы было выделено 132 миллиона тенге. 79 из них из республиканского бюджета. Подрядчики успели сдать объект вовремя, говорит директор 39-й школы Елена Любченко. Поэтому проблем не возникло, и в день знаний школа уже начала функционировать. Молодые специалисты в этом году пришли в математику, молодые специалисты, учитель английского языка. Молодой специалист пришел. Но тем не менее, тем не менее, не хватает учителей в начальных классах. Мы работаем над этим, работаем с институтом, работаем с колледжем. Я так думаю, что эту проблему мы тоже решили. Родители учеников были очень рады, что их дети теперь будут учиться в практически новой школе. Однако самое главное для них, чтобы дети с легкостью осваивали школьную программу. Рада, что сделали школу, ремонт школы. Я сама здесь выучилась, никогда ремонта не было, не помню даже. Самое главное, чтобы школьная программа была доступна, чтобы дети смогли ее усвоить. По завершению линейки первоклассникам были вручены книги от имени президента Республики Казахстан. Но после все учащиеся смогли войти в школу и сесть за новые парты. Сегодня я пришел в новую школу. Мне очень она понравилась. Ее хорошо сделали. Она стала уютной, хорошей. Сегодня, 1 сентября, я встретился со своими одноклассниками. Поговорили, поздоровались. В этой школе теперь хорошо, можно получать пятерки. К слову сказать, в Уральске новый учебный год начался для 39 тысяч школьников. Олег Великий, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова